Всем огромный привет! И сегодня я хочу показать вам очень странный гибрид, что прислали мне на обзор. Этакий симбиоз смарт-часов и наушников в одном флаконе от бренда LEMFO, модель M1. Вообще бренд LEMFO известен как производитель смарт-часов, и можно сказать, что они преуспели в этом деле. А вот акустика это для них что-то новенькое, и это очень подогревает интерес к данной модели. По характеристикам тут используется Bluetooth версии 5.0 для подключения и синхронизации со смартфоном. Имеется TFT-дисплей с диагональю в 0,96 дюймов, с разрешением 160 на 80 пикселей, емкость аккумулятора в 130 мАч. Дополнительно заявлено, что браслет имеет пылевлагозащиту уровня IPX67. Внутри коробки первым делом нас встречает подробная инструкция на китайском и английском языках, с картинками, сам браслет и отдельно наушники. Сбоку в коробочке находится кабель с магнитной площадкой для подзарядки, почему-то белого цвета. Вечно у них все через трещину. Браслеты и наушники черные, а кабель почему-то белый. Сам браслет компактным ну никак не назовешь. Оно и понятно, наушники куда-то надо запихивать. Корпус пластиковый черно-серого цвета, и если честно, то его внешний вид и качество сборки ну никак не вызывает ощущения качественного продукта. Все как-то сделано топорно. Снизу расположена контактная площадка для подзарядки и датчик, скорее всего для определения пульса. Сверху дисплей, он же откидная крышка, под которой скрывается отсек под наушники. Крышка подпружинена, открывается и фиксируется четко, а вот наушники внутри никак не держатся и свободно вываливаются, если браслет перевернуть вверх тормашками с незакрытой крышкой. Так что нужно быть аккуратнее, чтобы их не потерять. Ремешок у браслета с закосом под кожу, но выглядит так же весьма бюджетно, как и сам корпус браслета. Наушники по размерам весьма и весьма компактные. На корпусе имеется маркировка левый-правый. В комплекте с часами, кстати, нет сменных амбушюр другого диаметра, так что придется довольствоваться тем, что есть или использовать свои. Хотя тогда не факт, что наушники смогут поместиться в базу для подзарядки. Короче, лично в мои уши данные наушники садятся не очень удобно. Из-за того, что они имеют минималистичный дизайн и при этом огромные амбушюры по размеру, их приходится практически запихивать в ушной проход для лучшей фиксации. Ну и по звуку, тут также все очень на минималках. Понятно, что запихнуть в подобный корпус более-менее адекватные драйверы не получится. Плюс еще аккумулятор на 35 мАч надо где-то разместить. Короче, низких частот тут практически нет. По крайней мере, в моих ушах. Время работы от одного полного заряда составляет примерно 2-3 часа в зависимости от громкости. А потом их можно подзарядить разок от браслета, при учете, что браслет имеет достаточной энергии в своем запасе. В общем, трудно сказать что-то положительное про данный симбиоз, особенно учитывая стоимость практически в 50 баксов. Громоздкая, неказистая капсула, миниатюрные неудобные наушники со звуком ниже среднего, так еще и приложение для работы с фитнес-функционалом этих часов называется Какофит. По функционалу, кстати, часы ничем не удивили. Он тут вполне стандартный. На дисплее отображается время, количество пройденных шагов, пройденное расстояние, примерное количество потраченных калорий, а также часы могут замерять пульс и давление. Должен отметить, кстати, что делают они это достаточно точно. Я сверял с показаниями приборов, которым доверяю. И, собственно, на этом информация на часах заканчивается. В Какофите на смартфоне можно посмотреть эту же самую информацию, а также дополнительно про время, проведенное во сне. Плюс есть статистика за неделю, месяц и так далее по всем параметрам. В общем, также стандартный набор данных. В дополнительном меню можно настроить уведомления о входящих звонках, смс-ках, сообщениях в WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter и кое-какие еще. Другие сторонние приложения добавить тут нельзя, и информация с них отображаться не будет. Ну и плюс тут можно управлять камерой смартфона, а также обновить прошивку браслета, если она когда-нибудь вдруг появится. Короче, как по мне, мы имеем дело с экспериментом, который попросту не удался. В принципе, данная связка могла бы иметь право на жизнь, если хотя бы наушники были бы удобными и качественными. А так, на выходе получилось большое несуразное устройство, которое почему-то зовется умным браслетом, и наушники, встроенные внутрь с пресным неинтересным звучанием. Пишите в комментариях, что вы думаете про данный девайс. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите мои другие ролики, там много интересного. Всем пока и удачных вам покупок. Субтитры подогнал «Симон»!